С 2017 года опекуны совершеннолетних недееспособных граждан будут получать денежное пособие. Ранее сумма вознаграждения, которая выплачивалась людям, ухаживающим за гражданами с ограниченными возможностями здоровья, удерживался подоходный налог в размере 13%. Теперь пособие облагаться налогом не будет, но будет выплачиваться по новым правилам. С 1 февраля опекунам совершеннолетних недееспособных граждан устанавливается ежемесячное пособие в объеме 5750 рублей. Вознаграждение будет выплачиваться тем опекунам, которые выполняют функции опекуна безвозмездно. Если ранее для того, чтобы выплачивать вознаграждение, мы составляли договор с опекунами на возмездных условиях, то теперь мы с каждым своим опекуном, со всеми подопечными персонально прорабатываем этот вопрос, уже устанавливается договор безвозмездного опекунства. Опекунов недееспособных совершеннолетних граждан в Губкинском 24 человека. Напомним, все категории льготников имеют право на получение мер социальной поддержки, среди которых субсидия на оплату жилищных и коммунальных услуг. Таких губкинцев более 3,5 тысяч льготников. В январе этого года специалисты соцзащиты проводят сверку с управляющими компаниями по выявлению получателей жилищно-коммунальной выплаты, которые не платят по счетам. В случае наличия задолженности данная выплата будет приостанавливаться. Если гражданин погасит эту задолженность, предоставит нам сведения о том, что он погасил задолженность, и срок, в течение которого была погашена задолженность, составит не более одного года, то выплата жилищно-коммунальная будет восстановлена за весь период, с того момента, с которым она была приостановлена. Если задолженность льготник погасит по истечении 12 месяцев, то жилищно-коммунальная выплата будет восстановлена с первого числа месяца, следующего за месяцом обращения. Выявление получателей жилищно-коммунальных выплат, которые не оплачивают счета, с этого года будет проводиться ежемесячно. Напомним, что данная мера социальной поддержки зависит от размера регионального стандарта площади, занимаемого помещения и льготной категории получателя. Кстати, некоторые категории льготников имеют право получить единый проездной билет. Бесплатно получить единый проездной билет могут граждане из числа. Это участники, инвалиды Великой Отечественной войны, проживающие в нашем городе Губкинском. Это вдовы умерших ветеранов Великой Отечественной войны. Это дети-сироты и это реабилитированные лица. Кто имеет право получить по льготной скидке, приобрести, купить билет, это граждане неработающие пенсионеры, женщины старше 50 лет, мужчины старше 55 лет, это инвалиды первой, второй, третьей группы, это семьи, воспитывающие детей инвалидов. Приобрести единый проездной билет за 174 рубля могут лица, принимавшие участие в радиационных испытаниях на Семипалатинском полигоне, участники ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции и ветераны боевых действий. Всего правом на приобретение единого проездного билета со скидкой или бесплатно в Губкинском обладают почти 3700 граждан. В прошлом году данной мерой соцподдержки пользовались лишь 60 человек. Екатерина Склюева, Денис ГИМП, Новости Губкинского.